Господа, у меня сегодня специальный гость. Это Джереми из Джереми Фрэгранс. И мы будем рассказывать, как правильно наносить ароматы. Итак, мы тут, Антонио. Мы были в офисе Фрэгранс. Да, мы были в Лондоне. Он пригласил меня на одно мероприятие. Это отличный аромат. Мы о нем говорили. Ты рекомендовал его мне. Но как мужчине его правильно наносить? Скажи, что мне надо знать об этих духах перед тем, как использовать их? Сначала надо понять, какого характера у вас духи. Это тот момент, где я вхожу в игру. Если у вас есть флакон с духами 1 миллион, этот золотой слиток, вы его видели, который пахнет как фруктовая жвачка. Не надо наносить этот аромат в офис. Надо понимать характер духов и куда вы собираетесь пойти. Этот аромат, к примеру, с нотками свежести. Он довольно креативный и хорошо себя показывает. Твой вопрос был, как долго духи держатся? Да, где они это пишут? Там в процентах, например, или как мне это посчитать? Вам надо просто сделать тест. Например, вы в магазине наносите духи на запястье, понаблюдаете, как долго они держатся. Например, через 4 часа принюхайтесь, если аромат еще уловим. Когда ты их наносишь, сколько я могу попробовать ароматов за раз? 8. Я всегда наношу 8 ароматов на себя. Раз, два, три, четыре. И то же самое на другой руке, без костюма. Может ли обычный парень разобраться во всем этом? Как бы это много духов? Может ли он почувствовать разницу в таком количестве ароматов? Не, я бы не советовал. Возможно, лучше всего начать с двух. Один сюда, другой сюда и посмотреть в течение дня, как оно изменяется. Можно попросить милых девушек. Например, так, я только что попробовал два разных аромата. Можешь сказать, какие тебе больше нравятся? Так можно и познакомиться. Что насчет этих бумажных полосок? Они подходят для этого? Конечно, они хороши для первого впечатления, но ты не знаешь, сколько духи продержатся, потому что это не кожа. Как долго аромат продержится перед тем, как я снова его нанесу? Ну, где-то 3-4 часа должен держаться каждый аромат. Конечно, если вам надо, то можно его смыть. Если вы хотите узнать больше об ароматах, то просто впишите в ютюбе, и там вы найдете мои рекомендации. Ребята, я оставлю эти ссылки в описании под видео. Вам понравится этот канал? Давай разберем специфику, куда и как следует мне использовать духи. Ребята, у меня для вас есть два способа применения духов. Первый подходит, когда вы проводите время в закрытом пространстве, как, например, в самолете. Ты сидишь прямо рядом с людьми. В таком случае духи стоит наносить не более 3-х раз. За ухом. Я всегда так делаю. И последний раз на шею. Вот тут, вот сзади. Но я в своих видео и сам лично наношу духи 2-3 раза просто вот сюда на грудь, чтобы аромат не появлялся, как только входишь в комнату. Но при близком контакте его можно было уловить. Я знаю, что ты более дерзкий в этом плане. Да, я знаю, что это зависит от характера, и надо немного попрактиковаться наносить духи, чтобы быть в зоне комфорта. Да, возможно, тебе больше нравится, когда ты можешь слышать духи. Например, когда здороваешься с девочкой, вы целуетесь при встрече, и она оказывается в этой зоне, и может почувствовать аромат. Мне не очень нравится наносить духи на грудь, так как аромат может надоесть в течение дня. Ну, все зависит, конечно, от духов. Ты знаешь, я большой фанат духов Крид. Они мне так нравятся, что просто не могут мне надоесть. Да, конечно. Мне нравится брызгать за ушами, так как это еще зона пульса. На груди ее нет. Как и вот здесь на кисти, под коленками. Вот тут. В этих зонах сильный кровоток, и гораздо больше тепла, благодаря чему духи сильнее раскрывают свой аромат. Что ты думаешь по поводу одежды? Это допустимо? Да, это вполне нормально. Одежда намного лучше держит аромат, чем кожа. Что насчет такой темы, когда духи распыляют воздухи, а потом входят в это облако? Стоит ли так делать? Я не фанат такого. Для меня это просто потраченные духи. Лучше делать точечно. Давайте сейчас обсудим более такой дерзкий стиль наносить духи. Да, давай. Вы идете в торговый центр или ночной клуб? Тогда можно использовать больше спреев. Ну, стандартная треечка за ушами и на шее. А также я наношу еще два возле воротника. Ну, мы как-то сфокусированы в области головы в основном. Да, твоя интимная зона – это лучше всего. Да, но ты побрызгал мои лодыжки, когда мы были в магазине. Ты сказал «Эй, почему бы тебе не побрызгать на лодыжки?» Да, ребята, лодыжки. Я довольно высокий. И когда я иду в ресторан, то прохожу мимо почти 80 людей, которые сидят. И никто не услышит аромат духов, если они только наверху, а люди сидят внизу. Поэтому я наношу аромат на лодыжки, и они уже смотрят в мою сторону. Окей, но что насчет этикета в этом плане? Особенно тут, в Америке. Я как-то говорил с одной египтянкой. Она сетовала на то, что мужчины в Египте слишком сильно поливают себя ароматами. Тут, в Америке, люди более консервативные. Можно даже услышать, у меня сейчас мигрень начнется от этих запахов. Особенно в публичном транспорте. В таком случае, может, стоит держать бутылочку духов в офисе, чтобы можно было нанести в течение дня там? Так как ты сказал, что они держатся примерно по 3-4 часа? Как найти этот баланс? Это два раздельных вопроса. Да, конечно, ты можешь взять флакон и отнести на работу. Особенно, если это такой крутой аромат, как Dolce & Gabbana The One. Но он держится только 3-4 часа. Можно нанести его еще раз в течение дня. Но также можно просто попробовать более сильные ароматы. В каждой категории есть такие более сильные ароматы. У нас есть чистые легкие цитрусовые ароматы, которые не остаются так долго. Но есть и те, которые держатся, если найти нужные. Одна вещь, которую я заметил с одеждой, это практика, практика и еще раз практика. Надо найти то, что работает для вас. Да, это ведь выражение тебя. Вот именно. Если ты знаешь, как себя подать, то духи усиливают твой ореол, даже без того, чтобы говорить о чем-либо. Что насчет ароматов для различных событий? Например, ты отправляешься на работу, а затем должен встретиться с девушкой. Или провести вечер с женой. Может, подскажешь, как быть в таких ситуациях? В течение дня работы можно наносить ароматы на мыльной основе. Например, как Прадалем. Это чистый и приятный дневной аромат. Вечером уже можно нанести что-то более головокружащее, как Версачи Эрос, Жан Поле Ультрамен. Эти ароматы содержат в себе уже более соблазнительные оттенки, которые провоцируют острую реакцию на аромат, нежели духи, которые пахнут как брикет мыла. Да, ты ведь сделал хорошее исследование на тему духов. Грейпфрут повышает уверенность в себе. И много еще другого. Также исследование на тему, что нравится женщинам. Им нравится мята, ваниль. То, что им нравится в определенных ароматах. И с чем играются различные парфюмеры. Они знают, что мужчины пользуются духами, потому что женщинам нравится, когда от мужчин приятно пахнет. Что насчет… У меня есть аромат Саваж. Но у меня также есть Крит. Ты сказал, что они очень похожи. Так как мужчина находит свои ароматы и то, что ему нравится? И можешь ты объяснить, почему мне нравятся именно эти два аромата? Да, конечно. Это свежие, ароматные, с древесными нотками духи. Ты для меня не восточный тип. Некоторые ребята на твоей конференции спрашивали меня. Хэй, какие духи мне больше подойдут? И тот парень выглядел как египетский принц. Я сказал ему, попробуй отличные восточные духи с приятным оттенком кардамона. Это восточная специя, и это ему точно подойдет. Но для меня это не подошло бы. Это очень сложно объяснить прямо сейчас. Да, я оставлю ссылку в описании, где Джереми говорит обо всем более детально. Так что смотрите. Да, это серьезная вещь, и ее можно сделать простой и несложной. Бери Dior Zavage или Aqua Di Gio в любое время каждый день, и оно будет делать свою работу. Но так как ты из индустрии моды, то можешь довести до абсолюта. Все зависит от того, насколько ты углубляешься в эту тему. Да, это одна из тех вещей, которую нужно пробовать. Только так. По интернету это очень сложно объяснить. Я оставлю в описании подборку моих любимых видео о Джереми, где он подробнее рассказывает обо всем. Разбираясь в ароматах, ты можешь даже сделать так, чтобы люди доверяли тебе больше. Это секретное оружие. Да, и простой способ повысить привлекательность. Это единственная магическая таблетка, которая есть у нас. Что еще может так быстро повысить вашу привлекательность? Раз, два, три. Три с не большим секунды, и ты уже на 10% более привлекателен, чем раньше. Никому не нравятся люди, от которых дурно пахнет. Но всем нравятся люди, от которых веет приятным ароматом.